Привет! Сегодня мы будем смотреть фото, которые вы мне прислали. Монеты потихоньку выходят из обихода, да и реальные деньги в принципе тоже, ведь все платят картой. Но вы когда-нибудь встречали бумажные 5 рублей? Даша нарисовала скин для Майнкрафта, посвященный каналу Фактория. Многие комментаторы были согласны заплатить деньги, чтобы играть за этого персонажа. Пока одни создают собственных героев для Майнкрафта, другие удивляются, что классические персонажи уже совсем не те. Стив, что с тобой стало? У Максима появилось новое хобби – метать ножи. И он показал, как его керамбит воткнулся в дерево кольцом. Не самая подходящая форма ножа для метания. Со стола Матвея упала старая советская гантель, и попала она прямо на телефон его брата. Даже не представляю, какая у брата была реакция, когда он узнал про этот случай. Павел ехал в автобусе, водитель которого около пяти минут не замечал, что они путешествуют с открытыми дверями. Пока ему об этом не начали кричать пассажиры, мужчина игнорировал ситуацию. В школе Влада, как это и полагается, на Новый год детей радуют подарками со сладостями. Внутри своего набора Влад нашел шоколадку с таким посланием. Другой наш подписчик, которого также зовут Влад, ел леденец. И только спустя некоторое время до парня дошло, на что этот леденец похож. В армии и новогодняя елка должна быть соответствующей. Елка из противогазов, как ничто другое, характеризует незабываемый год срочной службы. Дарю батончики хамбо, потому что ты хамло. Эту записку Ярослав нашел в своем подарке от старшей сестры. А как преподносят вам подарки ваши родственники? Присылайте свои фото по ссылкам в описании под видео. Все еще не верите, что генеральная уборка – это крайне полезное занятие? Тогда взгляните на находки, которые могут случиться во время этого процесса. Василиса не могла пройти мимо такой вывески. Ее сразу же заинтересовало, кто же так может лечиться. По-моему, все очевидно – томаты всех сортов. Шах и мат, вегетарианцы! После этой фотографии вы не можете больше утверждать, что ваш рацион питания никому не вредит. Сергей был разочарован при виде этой таблички, ведь буквально на днях он завел себе домой маленького ручного Годзиллу. У вас накопилась целая куча скрипышей, и вы не знаете, куда их приспособить? Можете взять пример с Ани. Она нашла для них местечко в своем доме. Каждое лето в какой-то момент приходит осознание, что хочется немного поморозиться и посмотреть на снег. Но когда ты видишь такое на своем градуснике, хочется скорее обратно в лето, ведь это уже слишком! Сын одержал неоспоримую победу в этой схватке. Еще бы! Нарезать ведь его нужно было ножом или теркой, а не овощечисткой. В ваших дневниках когда-нибудь встречались странные замечания по типу «На уроке математики курил карандаш»? Если да, то обязательно поделитесь этими шедеврами с нами. Когда вам станет настолько скучно, как Ростиславу, то вы поймете, почему люди начиняют апельсины лимонами. Взгляните на подпись внизу коробки. Благодаря таким шедеврам любовь к китайским товарам никогда не пройдет. Фредди уже совсем не тот. Через год вы будете жалеть, что не начали жалеть сегодня. С таким посланием школьники повесили у себя в классе новогодний плакат. Сейчас в подделках просто меняют пару букв в названии, а остальной дизайн упаковки копируют полностью. Так что присматривайтесь внимательнее к оригиналу, который покупаете. Приехав в Красноярск, вы сможете встретить привычные нам таблички, но выполненные в манере местных жителей. Перед вами парочка таких экземпляров. В магазине очков для проверки зрения стоит не классическая таблица, а такой вот интересный текст. Самую важную информацию увидят лишь обладатели орлиного зрения. Существует тысяча и один способ охладить горячий чай. Представляю вам метод номер 842 – дистанционное охлаждение при помощи пропеллеров дрона. Перед вами муха, судьба которой закончилась на том, что ее полностью поглотил грибок. Плесень способна захватывать не только стены с потолками, но и живые организмы. Оксана потратила на создание этого черного котика около двух часов. Некоторые удивились, как столько времени может отнять небольшая работа. А все дело в том, что создание мелких деталей дается намного сложнее. В городе Ване выпал сильный снег, и коммунальные службы тут же принялись за свою работу. В процессе чистки один из тракторов свалился в канаву именно в тот момент, когда Иван проходил мимо. Для любителей Майнкрафта постарались над нашим фирменным скином, а теперь пришла очередь показать, что презентовала наша подписчица Алена тем, кто играет в Among Us. Новый маркетинговый ход. Пишем на ценники с яблоками слово iPhone, и их цена моментально возрастает в несколько раз. Спрос на них также поднимается. Александра не только любит отдыхать на природе, но еще и умеет красиво сфотографировать окружающую атмосферу. Настолько, что этот снимок можно смело ставить на заставку. Нашим подписчикам нравится творчество и второго нашего проекта, канала Видеомикс, поэтому на новых артах присутствует воплощение обоих каналов. Аня посчитала, что фактория — это не один конкретный образ. Она разбила слово по буквам, каждый из которых соответствует свой собственный котик. Артем сел в такси и тут же обратил внимание на этот свод правил. Сел, заткнулся, пристегнулся. Три главных действия идеального пассажира, по мнению таксистов. Тот случай, когда одна фраза обращает внимание не на какой-то конкретный проступок, а на все нехорошее, что делают жители и прохожие. Для того, чтобы новогоднюю елку никто из посетителей случайно не сбил, были предприняты следующие меры. Да, ее подвесили таким образом прямо над прилавками с продуктами. Александр воплотил образ факторий в виде человека. И это тот редкий случай, когда человек мужского пола. Знаете, чего не хватает на этой фотографии? Подписи «копировать-вставить»? Да, так выглядит намного лучше. Максим занимается созданием автоматов из дерева во время карантина. Любители шутеров должны сразу же сказать, какая модель на этой фотографии. Илья попросил не воспринимать ситуацию всерьез, потому что это просто логика Великой России. Похоже, что это ворота для тех, кто вот-вот выходит на пенсию. В наши дни зачастую, чем необычнее ты выберешь холст, тем удивительнее выйдет конечный результат. Этот попугай был нарисован Жанной на срезе дерева. Диана насмотрелась, как остальные выставляют свои работы на показ, и, наконец, тоже решилась отправить нам свою картину. Что могу сказать, сразу же чувствуется, что у Дианы свой собственный стиль. Привыкли к купюрам в 50 и 100 рублей. А ведь когда-то были монеты такого номинала. Никита нашел их в гараже своего дедушки. Ибрагим только добрался до заветного компьютера после долгого рабочего дня и осознал, что сегодня ему еще не скоро удастся за него сесть. Богдан решил перенести логотип канала Фактория в кубический мир Майнкрафта. Итоговая работа получилась настолько большой, что разглядеть ее удалось лишь с высоты птичьего полета. Маргарита в попытках убить скуку нарисовала 8 персонажей. Любители аниме сразу поняли, откуда эти ребята. Из школы отчаяния. Илье для создания шедевра не нужны никакие краски, а достаточно лишь одного простого карандаша, при помощи которого он создал эту 3D-лестницу. Фотография из серии «За секунду до». А вы думали, что все эти морковки у снеговиков просто исчезают? Конечно же нет. Этот снимок доказывает, что взрослые тоже дети. Пока не было никакой работы, бригада решила немного отдохнуть на детской площадке. Анастасия завела себе домашнюю ящерицу. Назвали его «Зеленыш». Думаю, не нужно объяснять, почему остановились именно на такой кличке. У другой нашей подписчицы, которую тоже зовут Настя, уже давно живет попугайчик. И к Новому году ему установили свою собственную елку рядом с поилкой. Выходишь в подъезд и натыкаешься на такую физиономию. Одному из наших подписчиков это сильно напомнило безликого и занесенных призраками. В Ижевске свой взгляд на наружную рекламу. Маркетологи пытаются найти общий язык с покупателями при помощи таких баннеров. Вам доводилось когда-нибудь видеть замерзшую паутину? Когда температура опускается сильно ниже нуля, то паутина превращается в это. Внутри должен был лежать комплект вилок. Но зачем вообще они нужны? Ложки ведь в разы практичнее. Так что так даже лучше. Всем знакома ситуация, когда открываешь плитку шоколада в большой компании, и она тут же заканчивается. Для таких компаний и шоколадки нужны соответствующие. Как минимум такого размера. Маргарита потратила на этот рисунок несколько дней. В представлении эта сцена не нуждается. Получилось очень похоже. Алина похвасталась своим рисунком. И мне почему-то он очень напоминает какой-то эскиз для будущей татуировки. Интересная задумка. Софья назвала эту фотографию очень лаконично. Навстречу приключениям. Но мой совет всем, кто сейчас это видит, повторять такие заплывы не стоит. Вы думали, что родители и учителя просто так нам постоянно запрещали качаться на стульях? Вот чем подобное увлечение может закончиться. А пока на этом все. Подписывайся на канал и присылай мне свои интересные фото. Все ссылки, как всегда, в описании под видео.